Всем привет! Продолжаем смотреть обзоры на напитки из спортпитания. Продолжаем пробовать продукты из магазина Вкус Вилл. Хороший магазин, интересные продукты, есть хорошие, есть не очень, но все-таки больше хорошего. И продолжаем пробовать колбасы. Стоит отметить, что это нестандартные колбасы, которые продаются в обычных магазинах продуктовых, там лента, пятерочка, магнит, ашан и прочее. Совсем они другие. Такие, которые я перечислил. В первом варианте я их уже очень давно не ел. Ел я, конечно, в детстве, родители брали всегда и прочее. Но потом я от этого отошел, и сейчас я не представляю, здесь вот эту плевотину, которая там накручена, это просто ужас. А чем оно отличается? Отличается оно бежевым, то есть калорийностью, отличается составом, отличается вкусом, запахом и ощущениями. Обычно в тех колбасах все перекручено, жир, всякая ерунда, хрящи, хрящи, всякие соевый белок, кожа, кости, все в такую однородную массу, и это ешь, не понимаешь, что жуешь. И здесь обычно чувствуется волокна мяса. Но сегодня речь пойдет, как вы поняли, интересная такой колбасы, деликатесная, из индейки. Купленная в магазине «Вкус Вилл». Здесь у нас 376 грамм. А вот у нас чек, сейчас я его выведу на экран. Смотрите, 376 грамм нам обошлись за 255 рублей. Да, в принципе, недорого. Килограмма этой колбасы стоит 680 рублей. Ну, а теперь давайте посмотрим, кто ее сделал и что это за состав. Изготовитель у нас некое крестьянское хозяйство Макарова из города Пенза. Вот, то есть пензенская колбаса. Теперь обратим внимание на состав. Изделие колбасная, колбаса полукопченая из мяса птицы, деликатесная, охлажденная, высший сорт, изготовлен под тушкой. В состав у нас ходят филе грудки и филе бедра индейки, соль, глюкоза, чеснок, черный перец, кориандр, лук, натуральные экстракты специй, мускат, черного перца, кориандра, чеснока. Смесь сушеных трав, базилик, орегано, розмарин, как мы видим, состав полностью натурален. Здесь чисто мясо, филе, ни кожа, никакие добавки там, да. Чисто индейка, только индейка и все. И набор хороших специй и трав. Согласитесь, неплохой набор. Кто знает эти травки, пробовал, тот понимает о чем я. Далее, чем она еще привлекательна, чем еще привлекательна, это БЖУ, белки, жиры, углеводы. Смотрите, на 100 грамм продукта у нас всего лишь 140 килокалорий. 15 грамм белка и 9 грамм жиров. Ну, почти в два раза белка больше, чем жиров. И всего лишь 140 килокалорий. Можно сказать, что диетический продукт, диетический колбаса. Согласитесь, это очень круто, если вы сушитесь, либо худеете. Удобно. Отрезал палочку, кусочек поел, и рельеф идет. Круто. Изготовлено, собственно, в Пензе, вот этим христианским хозяйством Макарова, для вкус Вилл. Как-то вот так. Ну что, ребята, давайте еще взглянем на информацию на сайте и отзывы. Окей? Окей. Что у нас есть? Итак, калорийность, смотрите, совпадает, да, у нас на сайте. И цена 680 рублей за килограмм. Внешний вид по фотке тоже, в общем, совпадает. Совпадает состав одинаковый и БЖУ. Сработности всего 20 суток, как вы можете заметить, то есть натуральное мясо, но хранится всего 20 суток. Оценка покупателей 4,7. Неплохо. То есть, производитель у нас пензенский, как указано на сайте. Что же здесь написано? Волоковченая колбаса из филе грудки и бедра индейки. Приправы чесноком, кориандром, базиликом, орегано и розмарином. Сушеная трава придает вкус уделька с пряно-острой нотки. Звучит неплохо. Изделие изделия низкой калорийностью, действительно так. Не содержит нитрит натрия и нитрит 50, который использует придание колбасе привычного розового цвета. Не содержит консервантов, в силе вкуса и стабилизаторов. Очень круто. Идем дальше. Смотрим отзывы. Александра. Очень вкусная, но есть надо очень быстро. На третий день уже обжариваю. Солененько, специи, то, что надо. Завтра к сичнице очень вкусно пожарить. Еще хочу покупать. Хороший отзыв. Мария Горчакова. Абсолютно нормальная колбаса. Да, специи подобраны оригинально, но неплохо. Эта колбаса куда лучше. Вареная из птицы, которая напоминает просто вареное филе. Мужу тоже понравилось. Буду брать еще. Ну, хорошо. Итак, кукла. 1,8-1,9. Да, 1,9-1,9. Долг. Колбаса неплохая. Я люблю специи. Иногда я беру эту колбасу. Понятно. Молодец, куколка. Олесе Алименко. Колбаса сухая. Сочетание пряностей не самое удачное. В общем, не понравилось. Первый отрицательный отзыв. Любопытная теория. Лена Паш. Производитель крестьянское хозяйство Макарова. Колбаса сухая. Лично мне не понравились пряности, но это только дело вкуса. Если бы я сидела на диете, была бы рада такой. А так не очень. Есть у вас и вкуснее колбасы. Ну, значит, я-то с вами соглашусь. Я Лена Паш. Действительно низкалорийный продукт весьма неплохо. Насчет сухости еще не пробовал. Сейчас посмотрим. Санчес 335. Привет. Показалось немного суховатой, но все равно вкусной. Сейчас проверю. Слушай, у нас что-то во время дегустации, ребята. Да? Не так. Ну, окей. Это моя любимая часть, собственно, продукта. Когда убедился в составе калорийности, начать пробовать. И смотрим. Запах пока непонятный. Итак, разрез. Запах вкусный. Разрез, как мы видим, вроде настоящее мясо кусковое. Уже хороший признак. Натуральная оболочка также мы видим. Ну что? А вот это мы видим, посмотрите, специи, да? Различный перчик, базилик или орегано, что там видно. Ну что? Ну что, ребятишки? Мы начинаем КВН. Приятного аппетита. Точно не слуховатая. Не слуховатая, точно. Но, вы знаете, чувствую отлично вкус специи, но вот вкус мяса что-то мне не очень нравится. Я устарую скажу. Какой-то, мне кажется, он сыроватый. Не знаю почему. Чувствую привкус сырого мяса, какой-то сырости. Единственное, что приятно, это очень вкусные специи чувствую. Орегано и базилик. Но мясо мне не очень нравится. Именно по вкусу. Запах вроде и ничем. Какой-то, мне кажется, она сыроватая. Не знаю почему, как будто сырая не еда. В общем-то, если присмотреться, она действительно какая-то красноватая, что ли. Не знаю. Привкус сырого мяса, я чувствую, из какой-то сырости. Ну, точно не сухая. Точно не сухая. Не могу понять. Знаете что? Я не могу так быстро определить оценку. Сложно. Предлагаю так. Сейчас с моим оператором, который является моей супругой, мы будем это дегустировать более детально. И после этого я дам оценку. Хорошо? В заключении, попробовав еще, мы пришли к выводу. Прежде всего, выслушаем супругу мнение. Расскажи свое впечатление о данной колбасе. Мне не понравился набор специй. Так. И немножко показалось сыроватой. На какой продукт тебе напомнило, поскольку ты увлекаешься данным продуктом, позволь. Я бы дала название этому ветчина. Специалисты в ветчине дают ветчине. Чем напоминает, скажи мне, что было детально. Ну, тем, что у колбасы другая консистенция. Мясо само хорошее. Чисто мясо. Не попались ни жил, ни костей, ни хрящей, ничего. Но специи, супруге не понравилось, но мне понравилось. Это мой любимый специи, орегано, базилик. Обожаю. Специи мне нравятся. Но мясо, ребята, какой-то сыростью отдает. Вот не знаю почему, сыровато. Итак, первое, спросим суп, какую оценку ты поставишь по 5-балльной шкале для поэнкелеза футэстчена? Ну, на мой взгляд, это 2,5 из 5. Хорошо. Мнение у нас сходится. Я поставлю данному продукту 3 балла из 5. 3. Аргументирую следующее. Ценник. В принципе, нормальное за хорошее мясо. Оно здесь есть. Далее, вкус. Если убрать сырость, будет довольно неплохой продукт. На твердую четверку из 5 по вкусу. Что приятное, это калорийность. Низкокалорийная, диетическая. Можно есть на сушке и получать удовольствие. Это круто. Но, конечно, я сказал, почему я больше ее не хочу брать и не буду. Это из-за сырости. Все-таки сырое мясо, такой привкус, мне не нравится. Особенно куриное. Говядинка какая-то, свинина еще была. Но индейка, вернее, птица. Не люблю птицу в таком виде. Поэтому 3 балла из 5. Не знаю, может так и попалось. Вот людям и сухая попадалась. Но мне лично этот экземпляр не понравился. Особо не советую. Есть действительно, как писали, альтернативы много вкусвили. В общем, 3 балла из 5 с натяжкой. Не советую сырое. Но если сырости не будет в какой-то парте, например, мне такая попалась, то неплохой вариант. По калорийности, составу и набору спицей. На этом все. Спасибо за внимание. До новых встреч. Увидимся. Пока.